Александра, здравствуйте! Татьяна, добрый вечер! Юрий Железов, брат, здравствуйте! Валентина Курган, всем добрый вечер! Галина Блинова, всем участникам вебинара, здравия и доброго вечера, кругу друзей садоводов! Таник Бухтияров, всем привет из Казахстана! Ну, это я от вас получаю 219 привет! А не ошибся? Сверидов, здравствуйте! Снегирёв, Тверь, доброго времени суток! Альбина, привет из Абакана, у нас минус 40, ёб! Добрался до нас мороз, бедные деревья садятся, хоть бы не вымерзли! Снега у нас мало, Альбина, как у нас мало снега, даже сейчас! Где-то у меня 20-25 сантиметров, у вас, может быть, и меньше даже! Потому что у вас, Абакан, это степь, вроде бы, котловина минусинская, такая котловина, где бывает, задерживается мороз, когда он... Вот смотришь, как было! Во всех, уже везде тепло, Тверь, южнее тепло, севернее, в Краснодарское тепло, западнее, в этом, в Геверу тепло, в Иркутске тепло, а у нас, как стояли морозы 335, так и стоят, вот, застряли, и всё! И этим у нас подравнивается температура с более северными, как бы, подравнивается именно! Итак, Александр Николаевич, привет! Наталья, добрый вечер! Ильичикина, добрый день! Ильвира, здравствуйте! Башкирес с нами! Федосеева, Татьяна, здравия садоводом! Михаил Свинин, Архангельская область, привет! Тимофеева, Валерий Константинович, скажите, пожалуйста, есть разница во влиянии грунтовых вод на выращивание сальцев, коренесобственных, сальцев приобретённых, приобретённых? Поскольку по-разному идёт развитие коренесущее плавиум бубины. Сальцы приобретённые, вы, наверное, имеете в виду сеянцевые, приобрести, может, коренесобственные. Сразу исключаем клоны. Большинство питомников перешли на клоны, как на очень удобную вещь. То есть, палки втыкаем, они обрастают корнями, а то, что она отживляет, туда делаем, привариваем почкой и получаем калеку. Сейчас, знаете, про калеку это в другой раз, я чуть не начал. Тему раскручивать. Итак, коренесобственные, они бывают сельцевые и корневыми отводками. Растут, потом прививают. И третье, я уже сказал, клоны. Клоны исключаем. Если говорим про яблони коренесобственные, потом сливы их коренесобственные и вишни коренесобственные, прекрасные сальцы получаются. И они предназначены там, где близко к грунтовой воде. Деревья приспосабывались именно там. И мы эту особенность должны использовать. Они дают корни короткие, но руклапистое, скажем так. Поэтому сам вопрос некорректный. Корнесобственные могут быть и такие, и такие, и такие. Приобретенные тоже могут быть и такие, и такие, и такие. Поэтому сказать, как по-разному идёт развитие. Я десятки фотографий показывал. Как бы вас отправить, знаете, куда? К прежним вебинарам. Сейчас я не смогу эту тему раскрыть. Вот. Если сможет пробовать вращать персик, если близко к грунтовой воде. Значит, персик коренесобственные, я показывал, он имеет очень мощный стержневой корень. Если близко к грунтовой воде, он может загнуться. Пробовать всевозможные эти, высылать дно ямы всевозможными этими вещами, чтобы не давать корням расти вниз, не поможет. Чуть-чуть задержит. Вот. Тогда, получается, ваш вариант остаётся. Персик привитый на сливу. Именно сливу. На тёрн. Именно тёрн. В крайнем случае, на вишню, на, например, войлочную. Тоже кусты, у неё корни не такие. Ну, на метра полтора уйдут и всё. Итак, вишня, войлочная, слива, тёрн. Ну, тёрнослива это то же самое. Вот. На них приверите и садите там, где близко к грунтовой воде. Ольга, добрый вечер. Николай, здоровья и удачи. Лабасов. Добрый вечер всем. Олег Костинович, родственника на даче, растёт груша. Пару лет назад, когда был на даче, то заметил, что эта груша дала отводки. Было штук пять. Я удивился, ведь груша не даёт отводок. Из-за чего такое могло произвести? Да, груша подвергалась обрезке. Так, ну, вы почти ответили на этот вопрос. Груша редко даёт отводки. Варианты, значит. А может она? Я помню, было у меня такое с абрикосом. Вот абрикос, я пошёл к другу, смотрю. Растёт пять, пять этих саженцев, хорошенькие, весёленькие. Думаю, мне, а я любопытный, у меня характер такой противный. Я попросил лопату, говорю, тебе их не жалко, а куда мне их? Я взял, все пять выкопал, оказалось все из косточки. А впечатление было, что они, ну, как бы, друг от корней. Ну, не знал я тогда, вообще ничего не знал. Они бы быстро победили. Я их выкопал, выбросил, но сам факт, что я увидел, а от косточки. Вот. Груша, да, редко бывает, значит, такое, но бывает. Значит, или это вдруг от семечек. Так, мы сейчас сказать вообще не можем. Если дала отводок, это надо выкопать, тогда только можно убедиться в этом. Так. И вы тут же подсказку дали. Да, груша подгружалась обрезке. Когда мы обрезаем, вот, именно тогда она, шансов дать отводок у неё больше. Верх расти не дали, она растёт с помощью, вот таким путём, под землей вылазит. Всё равно, мне тут не дали. Это, может быть, климат не дал, обмерзает. Вверх. Или человек не дал, руки чесались сектором. Тогда он вот так вот и всё равно вылезал. Вот сюда не дали, вот сюда вылезал. Так что, возможно, Леонид, что это у вас отводок. Отводки. Так, всем добра и света. Смотритель, груша даёт отводки. Если груша нужна одного крона, а старый крон не выживает и погибает. Ну, молодец, Николаевич, он всегда вовремя и всегда по делу. Виктор, здравствуй, Олег Костенович. Какую минимальную температуру зимой выдерживали ваши корни собственные перчики без ущерба до плодоношения? Спасибо. Любое из тех, что были у меня, то это 40 градусов. У меня обычно больше не бывает. Как раз последние градусы за 40 были до того, как я приобрёл эту самую... Этот перчик и приобрёл. Меня просите на минутку. Сквозняк опять. Это цель. Ну, жарные минуты. Это цель. Спасибо. Дальше. Так, смотрите. Ни на одном рисунке по обрезке не нарисовано яблони. Везде рисуют липу, редко дуб. Они и не знают, как выглядит яблони без обрезки. Нормально. А еще пишут, что и грушу надо обрезать так же. А груша вообще нисколько не похожа на яблони. Абсолютно верно. Главное, у них даже не внешний вид. Хотя и внешний, то есть снаружи то, что выше. Груша пирамидальная, яблони более раскидистая. Так у них и корни совершенно разные. Они этого не знают. И не знают, что груша боится выпривания, как огня. А яблони так не боится. И этого они не знают. А учат, учат, да, учат. Спасибо за подсказку, Александр Николаевич. Александр, здравствуйте. Так, Николай Московская область. Всем добрый вечер. Так, саженцы я приобрела у Сергея Елены Тимофеевой. Так, а что, где вы там? А где-то вы раньше что-нибудь говорили? А вот, вот. Скажите, пожалуйста, разница в влиянии глютовых. Вот, а вы приобрели у Сергея. Ну, так у Сергея, смотрите. Спасибо, что вы мне, так сказать, помогаете развить эту тему. Если у Сергея приобрели яблони, все 100% у него на корниях отводка. Вот, а нигде, близко к другу ввода, прям находка. Именно поэтому. Сеянцевые яблонь мы не выращиваем. Это как раз ваш случай. Яблоней проблем не будет. Что касается груши, стержневый корень могут погибнуть. Ну, и выше холм, но это еще не спасение. Значит, что еще брали? Сливы. Сливы на сеянцах. Это значит, что у них есть этот самый стержевый корень. Так. Может, не такой длинный, как у груши, но есть. Вот. Ну, и все, пока. Я, наверное, раз его у Сергея приобретали, значит, значит, вы молодцы. Татьяна пишет. Что нам пишет Татьяна? Это мы только начали, уже заканчиваем. Ничего, подождем. Это Татьяна пишет. Так. А я подожду. Так. Татьяна пишет. Или она пишет, который пишет. Татьяна пишет. Так. Так. Ничего. Так. Продолжение следует...